Коронавал 18 человек, закончил в Белом Лебеде. ТОП 15 ФАКТОВ О ВОРЕ В ЗАКОНЕ ЗУРИТ ЦЕНСАДЗИ Зураб Ценсадзи Зурик Минус типичный представитель старой воровской школы. Всю свою жизнь он придерживался преступных традиций, за что стал одним из самых уважаемых криминалитетов своего времени. Он, как и подобает настоящим ворам в законе, не сотрудничал с правоохранительными органами, никогда не работал, а жил в крохотной съемной квартирке. Более 30 лет провел в лагерях. Факт номер один Зураб родился в Батуми в 1942 году, в семье обычных рабочих. В юном возрасте стал промышлять кражами. В 18 лет, 14 марта 1960 года, впервые попался в руки милиции. Был осужден за грабеж и приговорен к пяти годам лишения свободы. Через несколько месяцев он успешно вышел на свободу благодаря взяткам следователям. Правда осенью того же года вновь попал на норы за грабеж и хулиганство. В этот раз суд осудил его на 10 лет. Во вторую отсидку получил высший в воровских кругах звание «Минус вор в законе». Известные авторитеты Роберт Каландадзе и Вахтанг Дортсмелитзе по прозвищу Вахапатийски нарекли юного преступника Зуриком. Факт номер два Во время первой отсидки проявил свой непоколебимый характер. С тюремщиками вел себя дерзко и агрессивно, мог в одиночку противостоять стражникам. На работу не ходил, часто устраивал голодовки, подбивался комерников на бунты, стравливал зэков между собой. За несносное поведение попадал в штрафной изолятор. Колючий в отношении надзирателей, был мягким и мудрым для других заключенных. В тюрьме выступал в роли третейского судей. Решал вопросы, следил за дисциплиной в камере. Факт номер три В более зрелом возрасте Зураб создал в Батуми преступную группировку, которая занималась райкетом. Бандиты держали в страхе весь город. Большая половина Батуми стала подконтрольной бандой Цинсадзи. Зураба осуждали многие старые воры, однако он всем дохочево объяснил, что идет в ногу со временем и на обычных кражах уже не прожить. Банда Зурик вымогала деньги, избивала и калечила людей, грабила коммерсантов. Факт номер четыре Долгое время милиция закрывала глаза на творившееся беззаконие. Дело дошло до того, что Цинсадзи начал запускать лапу на чужие территории. Его бандиты вымогали деньги коммерсантов, которых крошевали другие ОПК. В итоге начались массовые противостояния преступных группировок, и Батуми превратился в поле боя. Председатель Верховного Совета Аджарии Аслан Абашидзи взял под контроль ситуацию с бандой Цинсадзи. В конце концов большинство членов банды были арестованы. Факт номер пять Несмотря на то, что правоохранительные органы считали Зураба одним из самых опасных преступников Грузии, в родной Аджарии Зурико любили и обожали сотни тысяч обычных граждан. По воспоминаниям очевидцев тех лет, Зураб Цинсадзи имел огромное сердце и ранимую душу. Он не оставлял без внимания проблемы горожан, пытался помочь каждому страждущему если не деньгами, то словом. Зурик разруливал конфликты, содействовал потерпевшим от действий других группировок. Факт номер шесть Единственный человек, который пытался посягнуть на авторитет Зурика, местный вор в законе Арсен Чхайдзи. Он всячески компрометировал криминалитета, а однажды люди Арсена сильно избили Зураба и заявили, что он лишен статуса вора. Поддержать Зурика пришло около сотни законников и местные жители. Арсену ничего не оставалось, как просить пощаду Цинсадзи. Зураб Арсена пощадил. Факт номер семь Скрываясь от закона, Зурик уехал в Москву. К тому времени он успел отсидеть в грузинских тюрьмах 21 год. В гостеприимной столице России Зураб сколотил новую группировку и занялся поиском клиентов, которым навязывал услуги покрашивания насильно. Кто сопротивлялся, тут же получал переломы ребер, сотрясение мозга, а некоторые и вовсе оказывались на больничной койке. В московский период Цинсадзи получил вторую кличку минус грузин. Факт номер восемь у Зураба посредством вымогательства было много денег, но все их он пускал на обогрев зон. У него не было своей недвижимости и автопарка. Членам группы он запретил покупать дорогие машины, иметь по два-три квартиры, ужинать в дорогих ресторанах, покупать дорогие предметы роскоши. Бандиты внешне ничем не отличались от простых жителей Москвы. Факт номер девять у Зурика была большая клиентская база. Клиенты попадали под его крышу добровольно-принудительно. При отработке бизнесмена бандиты использовали схему под условным названием «обезьяна». В главный офис какого-нибудь коммерсанта вламывались вооруженные люди в масках, переворачивали все вверх дном, избивали руководителя и персонал, крали документы. Пока директор набирал на телефоне 02, к нему в кабинет входил мужчина и предлагал свои услуги по решению проблемы. Одним звонком он все улаживал, документы возвращались обратно, а благодарный директор фирмы был готов на все ради дальнейшего спокойствия. Так он попадал под крышу Зураба, сам того не зная, что именно Зураб спровоцировал эту ситуацию. Факт номер десять. Крупный бизнес Зураб отжимал по простой схеме. Благодарный бизнесмен вписывал криминалитеты в соучредители своей фирмы. Постепенно собственный бизнес оттеснялся от руководства, а юристы Ценсадзе обставляли все так, что бизнесмен на бумагах переставал быть хозяином бизнеса. Факт номер одиннадцать. Брат Зураба Ираклий в 2000 году прибыл в Москву, чтобы контролировать водочный бизнес. Он связался с директором смоленского ликероводочного завода Ираклием Камададзе и его братом Тамазом, который присвоил посредством махинации пятьдесят тысяч долларов, принадлежащих клану Ценсадзе. Зураб похитил Тамаза и требовал у его семьи выкуп в размере сто тридцать тысяч долларов. Жена пленника обратилась в РУБОП. Оперативники располагали информацию о месте нахождения бандитов. Так Зураб вместе со своим братом Ираклием их подельниками оказались на скамье подсудимых. Факт номер двенадцать. До этой истории Зураба не раз замечали за похищением людей с целью последующего выкупа. Но никто из жертв их родных никогда не писали заявление в полицию, так как преступники запугивали их, что убьют всех родственников. Живущих в Грузии. Супруга Тамаза Камададзе, первая потерпевшая, осмелившаяся пойти к правоохранителям. В итоге Зураб Ценсадзе был осужден за похищение человека и вымогательство на восемь лет, его брат Ираклий, у которого при досмотре обнаружили наркотики, на четыре года. Остальные участники группы получили по семь лет строго режима. Факт номер тринадцать. Зураб Ценсадзе короновал восемнадцать человек. Большинство из них впоследствии стали очень влиятельными авторитетами в Грузии. Факт номер четырнадцать. Последние годы жизни Зураб провел в бесконечных этапах. Наконец он оказался в Белом Лебеде, где умер третьего ноября 2005 года. На момент смерти ему было шестьдесят третьего года. Причина смерти до сих пор неясна. По неподтвержденным данным Зураб Ценсадзе был отравлен сокомерниками. Факт номер пятнадцать. Зураб Ценсадзе похоронен в Батуми. Проститься с великим человеком пришло полгорода и более сотни воров в законе. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.